Ну что, домашние блюда заходят, да? Нравится все эта штука вам. Я что планирую снять сегодня? Рассказать, как я вижу бешбармак, почему я люблю в таком виде бешбармак, и что мне не нравится в других видах бешбармака. Попытаюсь объяснить суть этого всего, как понимаю я. Как всегда, я не стараюсь вас научить, я только лишь рассказываю и делаю то, что я лично люблю, и то, что мне нравится. Итак, у меня здесь лопатка ягненка, вот здесь у меня кости от лопатки ягненка, и сняли косточки, и я, соответственно, их на дно кастрюльки сразу же бросаю. Значит, все лишнее, а это у нас вот это вот клеймо, мы его аккуратненько срезаем. Я, честно признаться, никогда не знал и не интересовался, что это за краска, но раз на рынках все виды клейма срезают, значит, и я так делаю. Значит, нужно посмотреть, чтобы ничего у нас здесь не было, никакой грязи, ничего лишнего и волосатого. В остальном, не вижу никаких препятствий лопатку оставить такой, какой есть, потому что именно вот этот жирок, он обязательно должен быть в бешбармаке. Без вот этого жирка, бешбармак получается постный. Значит, в Казахстане бешбармак варят из трех видов мяса. Я же люблю киргизский вариант, только из баранины и говядины. Значит, говядина у меня здесь, у меня нечто из говядины, что было в магазине около дома. Я так понимаю, судя по, значит, это ребро, да, которое находится куда-то ближе к лопатке или даже шее, судя по текстуре мяса, оно шейного какого-то отдела. Ну, в общем, никто на этот вопрос мне ответить не может, а так как я не видел корову в глаза и сам не разрубал, поэтому мне вообще, ну, вот это нечто я даже не буду объяснять. Просто говядина. Баранина, соответственно, и говядина. Значит, что мы делаем? Значит, все лимфоузлы с жировыми вот этими вот комочками убираем лишнее. Все остальное без особого труда отправляем в кастрюлю. Баранина. Баранины было полтора килограмма, минус кости, ну, примерно килограмм, да, потому что в бешбармаке, безусловно, важно сырье, но очень важно, какой получится бульон. Для меня, как человека, который любит супы, бульон это вообще самое главное в бешбармаке. Какой вы возьмете лук, все равно. Какой вы возьмете, какое возьмете тесто, как вы его сделаете, вообще все равно. А вот какой получится бульон, вот это самое главное. Поэтому кости должны быть обязательно. Мясо с кости нужно срезать, чтобы потом не мучиться. Говядинку тоже, там, на несколько кусочков. Что еще нужно учесть при варке бульона для бешбармака? Это вода. Я тут однажды был в одном месте, не буду говорить. Это некий гостиничный комплекс небольшой такой, на природе расположенный. У них, безусловно, как правило, у всех своих скважины. Но мало иметь скважину, да, нужно еще и делать замеры воды для того, чтобы понимать, насколько она пригодная, непригодная для питья. Бывает, встречается, ну вот, в частности, мне встретилась такая вода, которая чистая, прозрачная, классная, по вкусу ржавая. Я на кухне говорю, я говорю, девчата, ребята, а вы суп когда варите, вы откуда берете воду, они говорят, из-под крана, это из скважины. Я говорю, слушай, я наливаю ее, она ржавая. Я говорю, ну это вообще как бы не камильфо, они говорят, ну, у нас камильфо, вода классная, но, наверное, в ней какие-то металлы. В общем, хочу вам сказать, что нужно туда добавить столько лаврового листа и всякого чеснока и всего прочего, для того, чтобы перебить вот этот вот вкус ржавчины. На уху вообще это влияет. В мясе понятно, здесь варится, у тебя навар настолько белковый, мощный, что и там, не знаю, можно из лужи туда налить и будет, наверное, хорошо. Но когда мы говорим о воде, то нужно наливать нормальную воду, фильтрованную. Если у вас нет фильтра, я причем, кстати, вот такой кувшин вожу с собой в багажнике автомобиля. Ну, понятно, я повар, и у меня в багажнике целая кухня. Там есть сифон, там есть отдельный миксер, в смысле блендер, которым я там, да, что-то разбиваю. Есть всегда кувшин, потому что, если вдруг я где-то, ну, нахожусь, и почему бы мне не набрать воды чуть ли не из лужи, да, но я образно сейчас. Фильтрануть ее и получить качественный бульон, потому что, ну, без него никак. Это я, в общем, к чему все говорил. Да, Аквафор мой спонсор. Я использую только фильтрованную воду для супов и всех чаев, компотов, лимонадов, морсов. И я благодарен Аквафору за то, что они есть. Ссылка в описании. Вы там посмотрите, что вам понравится. Может быть, и домой поставите большой. Может быть, просто купите кувшинчик. Помимо всего прочего, у меня здесь есть еще лапша. Можно было бы сделать тесто, потом его раскатать, потом его нарезать. Но ведь вы всегда пишите, типа, нифига себе, заморочка, у тебя и так ролики длинные. Я вам рассказываю выход. Даже в Москве макароны для бешбармака найти проблематично. Они продаются в пакетах точно так же, как и все макароны. Написано бешбармак и такие кубики. Но непроблематично вообще ни в каком городе найти тесто для лазаньи. Оно тонюсенькое, оно моментально варится. И самое главное, что если у бешбармака маленькие такие кубики, да? Говорят, пять пальцев, бешбармак. То есть, руками надо есть. С маленькими кубиками не так удобно есть бешбармак, как вот с этим листом. То есть, вы можете просто брать мясо, накладывать сюда, заворачивать и есть. Это прям в сто раз удобнее. Это сто процентов вы всегда можете найти в магазинах, без всякой зоопарки. Ну и по сути что? Тесто может быть вообще любым. Возьмите обыкновенную лапшу длинную и сделайте с ней бешбармак. То есть, положите ее на низ, а сверху там мясо. Тут вообще принципиальность, я не знаю в чем. Типа, надо обязательно кубиками. Да почему надо кубиками? Это же тесто. Просто тесто. А вот лук, его должно быть много. Лук я нарезал полукольцами, но прежде чем его обжаривать, что следует сделать? Нужно убрать крышку с кастрюльки, включить сковородку и снять весь вытопившийся жир, который поднимается с говядины и с баранин наверх. его весь снять и переложить сковородку. Тут сплошной слой жира. Немножко воду цепляете, ничего страшного, вон видно, вот вода, а вон жир. С водой сливаете, нагревается, температуру надо невысокую сделать. Нагревается сковорода, испаряется влага, остается жир один. Он называется, если я все правильно понимаю, называется Брезз. Я в Казахстане был три раза, я уже в одном из роликов говорил об этом. Я всегда просил местных, я говорю, вот куда ходят казахи, где полная посадка, где популярный среди казахов ресторан, и люди туда ходят за бешбармаком. Отведите меня, пожалуйста. Я три раза был в таких местах, где реально полная посадка казахи, где едят одни с семьями целыми, приходят и едят его там. Бешбармак. В Казахстане делают его с кониной. Не только в Казахстане делают с кониной, но Казахстан такая акцентированная площадка. Я, например, мне кыргызский вариант нравится, потому что там нет конины. Во-первых, я рос в деревне, вы знаете, под Красноярском, и мой папа всегда говорил, ко всем животным, которые находятся у нас во дворе или в сарае, нужно относиться двумя способами, их нужно разделить на две части. Корова, свинья и баран, а также курица там, ну птица, я имею в виду все, и козы, это еда. За исключением там молочных, да, когда мы корову воспринимаем как производитель молока. Но, по сути, все это, он говорит, еда. Мы их растим для того, чтобы потом отправить к себе на стол. А вот собака, кошка и лошадь – это домашние животные. Это то, с кем мы должны дружить, потому что они нам помогают. Кошки ловят крыс, собаки охраняют жилища, а лошадь – это друг человека круче, чем собака, которая всегда заступится и которая помогает пахать огород, которая возит, блин, всю жизнь живет, живет. И поэтому с детства меня не приучили расценивать лошадь как еду. Поэтому я категорически против, я понимаю, что сейчас там Казань, Татарстан, Башкортостан и все национальности, которые едят конину, они скажут, типа, чувак, ты ничего не понимаешь. Возможно, в вашей культуре так принято, у нас в Сибири так не принято. Тогда мы по той же схеме можем есть и котов, и кошек, так и стебутся же над шаурмой, что, типа, кошака, да? То есть его тоже можно есть, любое животное можно есть, но только глобальный смысл для меня лично, он другой. Поэтому у меня только говядина и только баранин. Пока у нас бульон выходит из сковородки, здесь закипела вода, я противник варить макароны в том же бульоне, что и курицу, или в моем случае, что и баранину с мясом, баранину с говядиной. Поэтому здесь у меня закипает отдельно вода для теста, соль обязательно. Будьте аккуратны, жир, вода, вернее, в жире взрывается, нужно сделать так, чтобы не обжечься. Когда все это происходит на природе, если, например, в казане или на сковороде, температура высокая, да и вы можете всегда отойти, побродить, там никто не стоит над сковородкой, как на кухне, и не попадают кипящие капельки жира на кожу, оставляя потом следы на долгие годы. В общем, смотрите, ну вот немножко там еще водички есть, вон там две маленькие лужицы, можно уже отправлять туда лук. Лука должно быть реально много, вообще не жалейте лук. Лук шкварчит, это означает только одно, он жарится. Сырой лук класть в блюдо, ну, в этом есть смысл определенный. Ты ешь сладкий лук, он свежий, хрустящий. Смысл жареного лука в том, что он дает максимальное количество сладости. Я сюда буду добавлять еще немножко уксуса. Во-первых, когда лук обжаривается на вот том самом жире, который у нас был в бульоне, это в сто раз вкуснее, если же вы, например, его жарили на масле. Это все одно из одного перетекает, это вкус, глобальная идея. Так, соленая водичка у меня. Значит, листочки пасты опускаем сюда по очереди. Кстати, неплохо варите в большой сковороде, у меня просто нет большой сковороды. Здесь по желанию, сколько хотите листочков пасты. Ну, представляете, что на порцию, наверное, трех листочков должно быть достаточно, или четырех, в зависимости от того, какие у вас, какого размера у вас желудок. Не забываем перемешивать лук. Тут есть два варианта. Вы можете его обжарить на сильном большом количестве жира и на сильном огне до золотистого цвета. А я же считаю, что нужно его чуть-чуть не дожарить, для того, чтобы он хруст оставлял. Буквально пару столовых ложек уксуса, чуточку соли. Лук очень сладкий, а уксус со сладостью вступает в реакцию, дает шток, кислота, баланс, вкуса. Все, соль, соответственно, дает усиление вкуса. Пока что отставляем. Что у нас с пастой для... Паста у нас готова. Так, большую тарелку, большую тарелку, большую, огромную тарелку нужна мне. В тарелку сразу же отправляем лапшу. Все нужно делать очень быстро, иначе, если там долго оставить, раскиснет. Если ее достать, она слипнется. Смазать маслом будет уже не то, потому что тут дополнительно что-то масло куда-то добавлять нельзя ни в коем случае. Мясо должно быть максимально сваренное. Обязательно иметь жир. О, баранинка какая. Жир. Вот. Смотрите, жир. У баранины мясо светлое, у говядины темное. Ну, вот в моем случае. Говядину тоже с жиром. Значит, кости там внизу, да, это для тех, кто вдруг захочет потом поглодать кости. Есть такие обязательно гости, которые любят гладать кости. Что делаем дальше? У меня уже саму слюну сглатываю. Такой аромат прекрасный. Что делаем дальше? Одна из фундаментальных мыслей и идей бешбармака, это уважение к старшим людям. У стариков, как правило, не у всех есть зубы, ну или у большинства проблемы с зубами. Поэтому мясо, которое ложится в тарелку, должно быть не сухими, вот такими ломтями отрезанной козы или говядины недоваренной. Это должно быть выварено в тушенку. Во-первых, от этого бульон сильнее становится. А во-вторых, даже любой человек без зубов сможет это есть. И это, на мой взгляд, одна из самых фундаментальных мыслей бешбармака. Вот оно тесто. Точно такое же, как и любые другие макароны. Конечно, вроде как для бешбармака там должно быть это все кус с кубиками. Но по большому счету вообще не имеет никакого значения. Хотите салфеток наварить? Накатайте. Просто тесто, мука, вода и все. И варите салфетки. Вот как сделал-то я. Ну, а чем я буду ее драть-то, пока она горячая? Вилочкой. Короче, давайте вот отсюда начну. Смотрите, видите, что я делаю? Мясо должно быть вот такое мягкое. Учтите, что вот она горячая. Видите, пар идет. Это из него уходит влага. Поэтому вот так вот нужно делать просто в два раза быстрее, чем я делаю. Да, говядина тоже, видите, разваренная. Все должно быть разварное. Потому что как только вы не доварите мясо, во-первых, вы накачаете себе мышцы лица, во-вторых, ну, взрослый человек за столом будет есть одну лапшу. Так, все. Теперь вот это порванное мясо нужно выложить в середину. Все, вот так она сварилась как надо. Жир обязательно тоже вот он должен быть размешанный вместе. Потому что есть люди-гости. Вы знаете прекрасно сами. У русских ходят эти легенды про то, что я приехал там, в Таджикистан. Мне сварили бешбармак. Сказали, ты самый дорогой гость. На тебе кусок жира с курдюка и ешь его. А мы русские, типа, столько жира. Да ладно. И мы же так не привыкли. Надо быть адекватными в любой, в любом мире, в любой национальности. Несмотря на традиции, мы же должны как бы понимать, что люди по-другому воспитываются и живут. Мясо не жалейте. Вот это как раз тот случай, когда здесь должна быть огромная гора мяса. Говядина и баранина. Вот это, во-первых, два моих любимых мяса. Ну, это реально вот вкус у них прекраснее. Прекраснее, чем, например, у свинины. Смотрите, вот столько у нас мяса. Картошку я сюда добавлять не буду. Потому что, ну, это блюдо и так сложно назвать здоровым, да? И в том варианте, в котором его давали и учили меня, не было картошки. И мне, кстати, самому лично картошка не нравится в бешбармаке. Поэтому я против картошки в этом блюде. А теперь кисло-сладкий лук. Вы можете не бояться потом разговаривать со своими партнерами, гостями и родственниками. Потому что от вас не будет пахнуть так, как пахнет от бешбармака сырым луком. Прикиньте разницы. Тесто пресное, ну, хорошо, оно подсоленное, да? Мясо вкусное. А вот этот кисло-сладкий лук, жареный на жире на бараньем с говяжьим смешанным, вот это самое главное вообще в бешбармаке. Ну, шучу, конечно, не самое главное. Но это очень крутой дает вкус. Именно такая вариация. Ну, и самое главное, что у нас еще осталось? Бульон. Уже все написали, наверняка уже подумали, типа, где же бульон? Бульон должно быть каждому. Вот сколько, например. Здесь, наверное, ну, где-то на четверых человек, да? Ну, на двоих жителей Казахстана. И там на четверых русских, например. Вот каждому должно быть вот такое количество бульона. Давайте, для самых молодых. Это было у нас для стариков. Это для самых молодых. Пусть будет бешбармак бешбармаком. Давайте. Я только сейчас понял, думаю, надо, не, нельзя. Все, барани, кости, они голенькие. Ну, неинтересные. А говяжью такую можно масалагу пожевать. Ну, и, конечно же, перец. Вот, смотрите, можно зелень сюда добавить. Какая у вас есть. Любая. Укроп, кинза, базилик зеленый, красный базилик. Кто как любит. Но я считаю, что бешбармак должен быть в чистом виде максимально вкусный. Дальше добавляйте все на ваше усмотрение. Вот так я его вижу. А как видите вы у себя на столе, это уже ваши родственники и друзья попробуют. Можно я пока ничего говорить не буду, я буду пробовать просто. Тесто от лазаньи прекрасно подходит сюда. Вы знаете, я вам хочу сказать, что Когда в следующий раз приеду в Казахстан, я у себя на странице, вот здесь, под кнопкой сообщественно пишу. Друзья, порекомендуйте место, где готовят классный бешбармак. Потому что я хочу в Казахстане попробовать вот такой. Мягкий, ароматный, сочный. Вот с таким бульоном. Друзья, никого я не хотел обидеть, но это нереально вкусно, нереально. Но есть нужно руками, как вы уже поняли. Приятного аппетита. Мне, вам, я остаюсь с этим блюдом, а с вами прощаюсь.